Сегодня мы собрались в наши студии и приветствуем всех наших зрителей и слушателей для того, чтобы обсудить новости законодательства в сфере налогов и сборов. И вас приветствую я, заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения юридической компании Юрвиста Юлия Маловичко. И я, Архимонова Виктория, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения юридической компании Юрвиста. Вика, мы с тобой как настоящие бухгалтеры вечно смотрим какие-нибудь новости. Это болезненное состояние каждого бухгалтера. Сейчас такой огромный пласт событий ожидается в 2021 году. И для начала мы с тобой хотели обсудить как раз вот в части НДФЛ вступают в закон с 2021 года новый, который обещает нам прогрессивную шкалу по НДФЛ. Да, внесут поправки, внесли вернее поправки уже в налоговый кодекс, повышает ставку. Об этом президент еще заявил во время карантина. Видимо, доходы бюджета снижаются за счет выплат, пособий всяких и прочего. И вообще провала экономики. Соответственно, надо повышать собираемость налогов. Нас простых решили не трогать, особенно решили начать с богатых. И внесли поправки в налоговый кодекс о прогрессивной шкале по НДФЛ. В принципе, это было ожидаемо. Об этом говорили давно, но сейчас, видимо, возникла необходимость. И сейчас они это сделали. Подняли ставку с 13 до 15%. Опять же, повторюсь, только для богатых людей это для тех, кто имеет доход более 5 миллионов в год. То есть свыше 5 миллионов суммы будут облагаться НДФЛ по ставке уже до 15%. Доходы, которых касается повышение. Это все доходы сплошняком, либо это выборочные какие-то будут? Нет, нет, конечно нет. Потому что люди имеют доходы от продажи недвижимости, от продажи нового имущества. Эти доходы, как облагались 13%, так и будут. Да, все остается прежним. Облагаться будут доходы какие? Это, конечно же, доходы от трудовой деятельности. Это зарплаты, премии, выплаты, материальная помощь. Все, что вам перечисляет работодатель. И выплаты по дивидендам. И тут вот только что мы с тобой разговаривали перед записью. Вопрос стоит, когда несколько работодателей. Вот твое мнение, как раз мы обсуждали только. Непонятно, поскольку удерживать налог должен источник выплаты, то есть работодатель, либо компания, где вы являетесь держателем неких акций или долей. Ну, налоговый агент. Да, да, это налоговый агент. Это в любом случае априори должен делать только он. Взаимодействия между разными налоговыми агентами нет. И непонятно, как будет действовать совокупность дохода для, например, людей, которые работают на основном месте работать, а дивиденды получают в другой компании. А, например, еще где-то по совместительству работают. Это вообще, мне кажется, самый интересный момент. Да, да, как это будет состыковываться, поскольку только работодатель, только по своему источнику выплаты будет исчислять вот эту шкалу до 5 миллионов и дальше. Поскольку все эти данные в итоге будут предоставлены в налоговую инспекцию, то там, конечно же, выяснится, что у человека, допустим, 3 источника доходов по доходам облацаемым. В совокупности, естественно, они превышают 5 миллионов, и как в этом случае быть, непонятно. Слушай, ну вообще, конечно, с учетом того, что, извиняюсь, я переведу за счет того, что такие данные в любом случае уже естественно и понятно и известно будут аккумулироваться в налоговой инспекции один раз в год. Поэтому вполне возможно, что, допустим, изначально какая-то по 13% у какого-то основного работодателя будет выбираться ставка и далее уплачиваться по 13% и в итоге пересчет происходить будет по результатам года. А как пересчет будет происходить? Налоговое вполне возможно будет пересчет. То есть доначислять впоследствии налог этот? Да, я так думаю, что как вариант это мог бы доначислять тому работодателю, который удерживал обычную ставку 13. Тот, кто удерживал меньшую ставку. Допускаю. Они могут, три работодателя, удерживать одинаковую ставку 13% весь год. Если у человека, допустим, здесь 2 миллиона, и тут 2 миллиона, и там 2 миллиона. Конечно, очень интересная ситуация. Очень сложная ситуация. Я не знаю, как это будет происходить, поскольку в совокупности доход будет превышать 5 миллионов. А возможно тогда как раз подтягивают ситуацию о том, чтобы удерживал, уплачивал налог не налоговый агент, а физическое лицо самостоятельно. Касается именно таких вопросов. Допускаю. Вполне возможно. Да, сейчас внесли предложение о том, чтобы НДФЛ сделать самостоятельно уплачиваемым налогом. Все это подается под соусом того, что хотят, чтобы работодатели перестали платить серые зарплаты, увеличили заработную плату. Только как это связано будет? Как это связано, для меня непонятно. Что помешает? Да, кто это предлагает, не совсем понимает механизм. Как это работает. Да, уплата НДФЛ. Поскольку, в общем-то, НДФЛ уплачивается за счет именно сотрудника. С его зарплаты он удерживается и перечисляется. Вы поднимете зарплату сотруднику, вы ему будете платить, значит, на эти 13% больше. То есть работодатель у нас является исключительно налоговым агентом, только человеком, который удержал с вашей зарплаты сумму некую денег и перечислил в бюджет вместо вас. Вот и все. А так ничего не меняется. При этом Минфин вообще, конечно, хватается за голову и говорит о том, что мы не сможем администрировать такое количество налогоплательщиков. Конечно. Поскольку тут один работодатель, у него, допустим, там 100 сотрудников, он один за них за всех удержал, перечислил, отчитался, все. Да, налоговый распределил эти деньги, все понятно. А когда вот этот же работодатель будет, допустим, по итогам года предоставлять справку о том, что он 100 сотрудникам выплатил такие-то суммы, и кто будет потом бегать взыскивать и вообще начислять этот налог, учитывать все социальные вычеты, вычеты, предоставленные там по имущественным налогам. Это, конечно, невыполнимая задача, но вполне возможно, какое-то изменение будет как раз для таких ситуаций, когда у нескольких источников дохода получен доход, который в совокупности свыше 5 миллионов за год оказался. И вот тогда, тогда налоговая, наверное, может выставить счет вот этот вот на НДФЛ, вот этот налог, напрямую, напрямую налогоплательщику физическому лицу. То есть, тем самым, как бы, показываем, что с него недоудержал работодатель. Да, да, определенный налог. Причем непонятно, какой из них работодатель. Да, к работодателю вопросов нет. Слушай, ну действительно, это же будет вообще безотносительно работодатель, потому что ты заплатила, да, своему работнику 2,5 миллиона, я заплатила там 2,5, и кто-то еще третий, да, и в какой момент, да, произошла вот эта превышающая шкалу сумму, да, перешагнул, очень сложно, да, определить будет. Вот к этому, скорее всего, и придут по нескольким источникам получения дохода. Ну, то есть, да, вот как раз, вот, видимо, к этому и подтягивают плату самостоятельно. Они почему-то стали это привязывать к серым зарплатам, хотя при прямой выплаты НДФЛ от физлица, она может быть привязана только к тому, что с него недоудержали. Однозначно, да. Но, конечно, мало кто понимает, потому что, действительно, те, кто пишут законы, и те, кто их потом исполняет, работодатели физические лица, между ними, между нами, мне кажется, вообще пропасть. Пропасть. Мы живем на разных планетах вообще, в принципе. Но ничего, время покажет, конечно, придется подорабатывать это все, и это, естественно, у нас так всегда бывает. По НДФЛ, Вик, все мы, да, по-моему, с тобой обсудили, по 15% будет только заработная плата НДФЛ, все остальные ставка 13% для любых других источников остается прежней. 13% остается для продажи любого имущества, потому что очень многие беспокоились о том, что вот если я, например, получаю зарплату, и я в этом году, там, в 21-м продаю квартиру. Это часто случай, возможно. Да, продаю квартиру, там, за 10 миллионов, да, то есть мои доходы, они превышают 5 миллионов в совокупности и будут облагаться 15%. Нет, доходы от продажи имущества вывели из этой статьи и оставили только то, что касается трудовой деятельности. Только то, что касается зарплаты, премий, выплат материальной помощи, причем в денежном, неденежном эквиваленте, неважно. То есть это все то, что учитывается у работодателя. Только у работодателя или у того, кто вам выплачивает дивиденды. Все, продавайте квартиры на здоровье, все под 13%. И последний момент, который мы сегодня с тобой хотели обсудить, это по, как раз наша любимейшая тема, когда скоро бухгалтеров не будет, все будут делать машины, отчетность упраздняется, ее становится меньше, и убирают нашу ежегодную вот эту отчетность 2НДФЛ в 21-м году, да, мы отчитываемся еще последний раз, по-моему, даже. За 20-й год мы отчитываемся по старому, да, а с 21-го, с первого квартала мы начинаем по новой форме. Да, значит, а ну, в принципе, начинаем мы что, у нас 6НДФЛ, отчет по доходам физических лиц, выплатенных налоговым агентом, появится несколько иная форма, как бы в ином виде это будет все, в которой будем мы теперь отражать то, что мы указывали в отчете по 2НДФЛ, да, поименно список людей, да, и получивших какую сумму дохода, да, определенную за текущий период. Да, была отчетность 6НДФЛ, в которой отражались совокупные выплаты в пользу физлиц и удержание налога в целом по компании. Сейчас сделали что? То есть 6НДФЛ дополняется сведениями по физлицам, которые содержались только в отчетности по 2НДФЛ, в конце года выдавались справки и выдавался реестр в налоговую инспекцию по каждому человеку. То есть, соответственно, именно оттуда бы появлялись данные о том, какой у каждого конкретного физлица доход. На сегодняшний день говорят о том, что 6НДФЛ, по большому счету, она в течение первого, второго, третьего квартала не претерпевает каких-то особенных изменений, но в совокупности по году будет приложение, которое будет содержать все то, что содержалось в отчетности 2НДФЛ. Я понимаю, конечно, рапортовать о том, что мы убрали отчетность, мы делаем бухгалтерам жизнь легче, это всегда у нас в первых рядах. На самом деле ничего не изменилось, и та же отчетность просто перенесена в другую отчетность. Слушай, а вот интересный момент. Ты в своем кабинете в личном налоговой инспекции бывает, просмотришь какую-то информацию? Да, конечно. Ты обратила внимание, что ты можешь теперь... То есть если раньше я видела доход свой, полученный в нашей компании раз в год, то есть год кончился, мы с тобой отчитались по нашей компании, и я вижу там, что мне начислена такая-то сумма, то сейчас я вижу это ежеквартально. На самом деле, вот странно, да, то есть по результатам ежеквартально сдаваемого расчета по страховым взносам, они в любом случае видят эту информацию и разносят. Да, именно, да. Все, что они не видят, очевидно, это только вычеты, которые можно... Мне кажется, логичнее всего было вообще все это объединить в один отчет ежеквартальный, где бы указывались и взносы, и НДФЛ, и все вместе. Но это будет в той жизни, когда либо планеты к нам переедут, либо мы отсюда туда... Но они не могут сразу все сократить, надо потихонечку. Ну, в принципе, все, мне кажется. На сегодня мы с тобой действительно обсудили то, что запланировали, и встретимся, да, со всеми в студии нашей, с другими интересными вопросами в части налогового законодательства и обсудим. Новостей много, особенно сейчас, в конце года, поскольку с 2021 года принято очень много изменений в налоговый кодекс и в другие подзаконные акты, мы постараемся их обсудить понятным языком и донести до вас суть этих изменений. Всего хорошего, удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!